Всем привет-привет! Вы на канале WhatGSN и продолжается 1 апреля, а первого числа каждого месяца у нас обновляется Battle Pass, который длится целый месяц, в котором можно поживиться всякой вкуснятиной, ну и плюс к тому добрать еще достаточное количество вкуснятины, если вы донатите в игру. У нас в расписании все как обычно, есть две коллекционных машины, есть фон профиля, есть сейфы, из которых вы можете забрать серебро, золото и свободный опыт, есть куча всякой-всякой всячины, ну а теперь давайте обо всем да поподробнее. Первое, что необходимо отметить, в силу последних событий, которые у меня на канале происходят, хотелось бы им сразу дать информацию для тех, кто вообще не в зуб ногой, что такое Battle Pass. Так вот, ребята, что такое Battle Pass? Battle Pass это игровое событие, которое длится целый месяц, это такой себе ивент на целый месяц. И вот играя, выполняя отдельные боевые задачи Battle Pass, которые есть в отдельной закладке боевых задач, вы получаете возможность открывать себе уровни в Battle Pass. Вот это вот, отдельное, здесь необходим особый пропуск, особый пропуск вы можете приобрести только за реальные деньги. И вот если вы приобретаете за реальные деньги особый пропуск, то вы получаете доступ забирать не только по верхней линейке, все что здесь есть, а здесь много всего, и даже хотя бы из-за этого имеет смысл проходить Battle Pass. Но и забираете все по нижней линейке, и здесь тоже очень можно жирно чем-то поживиться. В принципе, самое основное, что здесь есть, это золото, серебро, свободный опыт, две коллекционных машины. В целом можно забрать более 3000 золота, нормально поживиться серебром, постоянно улучшая сейфы. Если вы задонатите, вы можете собрать довольно неплохо, 2000 голдой. Максимальный сейф по серебру полтора миллиона, ну и где-то здесь еще свободка была, ладно, искать не буду, не будем тратить на нее время. Вот он стоит, сейфик, целых 50 тысяч свободного опыта. Короче говоря, все очень круто. Ну а плюс к тому, если вы пройдете по всей линейке и сделаете еще дополнительно 7 уровней, вы получите возможность открыть вот этот контейнер, из которого с очень маленькой вероятностью вам выпадет какая-то из премиумных машин, либо коллекционка, за которой все, в принципе, гоняются. Ну, либо какая-нибудь вот такая вот дребедень повысыпается. Это была отдельная информация для тех, кто не знает, что такое батл пасс. Ну а для тех, кто знает, что такое батл пасс, хочется отметить, что в сегодняшнем, ребят, батл пассе, который будет длиться у нас целый апрель, нам дадут возможность забрать АМХ-40. Довольно интересная машина, не имба, но в коллекцию, ребят, ну вот прям самое то. У меня этой машины нет, к большому сожалению. Да, это не очень прикольный чувак и не очень большой нагибатор, но действительно достоин того, чтобы находиться в ангаре. Ну и хочется сказать, безусловно, по поводу главной награды. А главной наградой в данном батл пассе все считают Эпсилон. Вот такая вот машинка, которая перерисована с Ношхорна. Ошибочно некоторые ютюберы говорят, что перерисован с мангала. Но нет, ребят, не стоит путать мангала и товарища Ношхорна, потому что мангал выглядит совсем по-другому. Сейчас я вам покажу, что есть мангал на самом деле. Одну секундочку. Так, коллекционные машины. Вот мангал. Я не знаю, почему с вот этой коллекционной машиной, которая некогда находилась в ветке исследования Германии, путают Ношхорна. Но Ношхорн это носорог. И он всегда таким был. А это всегда был мангал. Ну ладно, окей. Меньше подробностей по мангалам, больше подробностей по главной награде, а именно по Эпсилон. Что такое Эпсилон? По всем своим техническим характеристикам практически полная копия проходного Ношхорна. Единственное, что он гораздо лучше прорисован. Мне нравится вот этот вот выступ, в котором сидит мехвод. Мне очень нравятся вот эти сетки, которые на нем есть. Обалденно прорисованные гусеницы. Хотя все хаят, но внешний вид у машины просто супер. Я имею ввиду хаят сам Эпсилон. А за что хаят, сейчас будем разбираться дополнительно. Так вот, если вы пройдете не только 30 уровень, но и попадете на 55, ваш Эпсилон превратится вот в такого Стрельца. И он действительно прикольно выглядит. Действительно очень красиво. И мне почему-то кажется, что этот Эпсилон, хотя почему его назвали именно так, я не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях. Эпсилон мне чем-то напоминает в своей вот этой вот стилистике какую-то отсылку к Звездным Войнам. Так это или нет, я не знаю. Напишите свое мнение, согласны вы со мной или нет. Второе, что меня удивило, что вместо сеток поставили стекло. Это действительно прикольно, красиво, вопросов нет. Крайне экстраординарно. И машина смотрится гораздо лучше. Без этого легендарного Камо, ну, вид у нее, честно говоря, такой себе. И мне единственное, что хотелось бы посоветовать разработчикам, это было бы круто, если бы что-то добавляли. Если бы это что-то действительно работало. Я говорю не про вот эту летающую штуковину, а чтобы, допустим, снаряды могли сквозняком проходить через стекло и не наносить урона. Вот это было бы действительно прикольно и интересно. Да, пускай вам пришлось бы немножко больше постараться, но согласитесь, идея довольно неплохая. Ну, а если не согласны, окей, значит так тому и быть. Итак, Эпсилон Стрелец. Что он собой представляет? Это, в принципе, по большому счету Ношхорн, имеющий вот такую вот броню. Мы сейчас смотрим на броню не Эпсилона, а Ношхорна. Но, в целом, поверьте, ничего другого вы здесь не увидите. Вот так будет выглядеть борт, стекло будет принимать на себя урон. Короче говоря, здесь брони нет и никогда не было. Все, конечно, бы хорошо, но это явно не та машина, на которой вы сможете танковать. Почему все недовольны Эпсилоном? Дело в том, что когда смотришь на Эпсилона в сравнении с проходным Ношхорном, получается вот такая вот картина. Типа разработчики ничего не поменяли. И уже многие выскользили свое негативное мнение на тему того, что разработчикам необходимо вносить существенные изменения в машину. Но давайте будем говорить откровенно. За 5 долларов вам дают возможность получить 2 коллекционных машины. В принципе, их можно продать, получить какую-никакую, а все-таки компенсацию голдой. Плюс вы можете получить до 50 тысяч свободного опыта, полтора ляма серебра. Вы можете получить огромное количество всяких других ништяков типа X5 и так далее. И в целом грешить на то, что вам при этом не дают еще и умбу, ну, мне кажется, не совсем справедливо по отношению к компании Wargaming. По одной простой причине, потому что компания Wargaming это все-таки не альтруистическая организация, а бизнес-проект. Поэтому будем благодарны, в принципе, за то, что нам дают. Да, пускай даже за наши деньги. Но это возможность, как я уже сказал, даже если не Эпсилона оставить себе в ангаре, то дополнительные голды себе насыпать. И, по-моему, за 5 баксов самое то. Что касается того, о чем все сетуют, что не сильно большие изменения внесены в технические характеристики. Да, я с этим согласен абсолютно полностью. ДПМ действительно выше всего лишь на 3%. Пробитие, альфа, они все одинаковые. Выстрелы в минуту и перезарядка все-таки в пользу Эпсилона. И мне кажется, что это неплохо. Да, пускай не существенно, но что-то немножечко подняли. Справедливости ради, хочется заметить, что это сравнение, знаете, двух машин. То же самое, что сравнивать два велосипеда, на которых одно колесо накачали 20 раз качнув насосом, а на втором 22 раза качнули насосом, и вам действительно придется крайне сильно прислушиваться к своей заднице, для того, чтобы почувствовать разницу уровня накачивания колеса. Поэтому, в принципе, здесь я спорить не буду. Действительно, правки были внесены крайне, крайне несущественные. Безусловно, лучшие правки были внесены в отношении товарища Пань Лун, в котором внесли практически такого же плана правки, только еще сделали чуть лучше сведение. Разброс немножечко совсем подтянули. Ну и действительно существенно все-таки улучшили перезарядку, если сравнивать в процентном соотношении с вот этими вот товарищами. Но аж на целый процент. Если говорить серьезно, то более хорошие изменения были внесены в Шкоду Т25, сделав из нее Спарк. И действительно, в отношении ДПМа и в отношении количества выстрелов в минуту, здесь обстояли дела немножечко поинтереснее. Единственное, чего я, ребят, не понял, каким образом здесь у Спарка такое же время перезарядки, но при этом выстрелов в минуту больше. Как так получилось? Ладно, хорошо, отпустим данный момент и посмотрим на других ребят. Вот здесь действительно эталон того, что разработчики могли сделать. И вот так действительно им нужно было действовать и в дальнейшем. М-6 проходной. Насколько же лучше был Магнус, да? И насколько еще круче сделали Киборга, которого можно было забрать. И Киборг, ребят, это единственная машина из батл пассов, которые я действительно себе хотел именно как аппарат в ангар. Не просто как добавок ко всему, что можно забрать, а именно как основную цель пребывания в батл пассе и выполнения соответствующих боевых задач. Здесь действительно разработчики поработали на славу. Круто подняли ему ДПМ, обалденно сделали ему время перезарядки, выстрелы в минуту. Короче говоря, бомба. Причем несущественно забрали у него как по пробитию, так и по альфе. Ну, в глобальных масштабах. Справедливости ради, стоит заметить, что если ситуация с Нашхорном и Эпсилоном вам не сильно нравится в отношении, насколько разработчики улучшили машину, то давайте вспомним на тех машинах, которые они вообще не трогали в этом отношении. Допустим, тот же самый Кроус. Да, вопросов нет. По Кроусу добавили ему углов склонения вниз. Это было крайне приятно. И хп-шку подняли ему на целых 100 единиц, что на шестом уровне действительно достойная прибавка к жалованию и скорость поворота шасси тоже была улучшена. То есть, в принципе, вот эти минусы по машине проходной были нивелированы. Но все-таки скорость машины забрали, а орудия не изменили абсолютно. Поэтому сказать, что Кроус прям действительно был лучше, чем проходная машина, знаете, это все равно, что зайца за уши куда-то притянуть. Еще хуже дела обстояли с товарищем Дредноутом и Черчиллем Ганкерриер. Дело в том, что у Дредноута забрали его самую основную фишку. Я имею в виду у Черчилля забрали самую основную фишку и таким образом сделали Дредноута. Забрали у него суперское, обалденное время перезарядки, которое и является, в принципе, основной причиной имбовости Черчилля на своем уровне. У него стало гораздо больше время перезарядки, и пускай даже ему добавили альфы, но при этом ДПМ просел практически на 200 единиц. Вот это действительно пример того, как не надо делать батлпассовские машины. И что же касается самого ужасного? Самое ужасное это то, что сделали с Тогом вторым. Тог второй и так был не сильно популярной машиной, и может если бы разработчики немножко посмотрели на ситуацию с другой стороны, они попытались бы сделать все-таки бластероидал лучше, чем Тога второго. Но что же они сделали? Они уменьшили ему время перезарядки. Время перезарядки, ровно как и в Черчилле, Ганкеррия это фишка самого Тога второго. При его огромных размерах он обладает скорострельным орудием, пускай даже на 160 единиц, но с нормальным в принципе пробитием, крутой живучестью. Но что же сделали разработчики? Они увеличили ему время перезарядки. Да, они добавили ему альфу, ровно как и с товарищем Дредноутом, но это не поменяло ситуации. И мне кажется, что бластероид стал играться даже хуже, чем Тог второй. Так что же можно сказать про Эпсилона в целом? Ребят, машина в любом случае будет ваша, только в случае, если вы задонатите. Но если вы задонатите, эта машина будет не единственным, что вы получите. Вы все равно получите все то же самое, что могли получать каждый месяц. И даст бог, в следующем месяце тоже будете получать. По-моему, в виде доната данная идея довольно неплохая. Я бы и себе, честно говоря, прикупил на этот Батл Пасс пропуск, но заготовленный для меня Батл Пассовский пропуск улетает к победителю мини-турнира ВОД ГСН, и сегодня он свой подарочек получит. А к нему обращаюсь отдельно, братко. Если ты смотришь сейчас это видео, обязательно запомни, когда прилетит от меня подарочек в виде твоего приза, пришли мне, пожалуйста, принтскрин, чтобы другие ребята, кто будет не верить на слово, что я действительно отдаю призы, могли убедиться в этом самостоятельно по твоему принтскрину. Спасибо большое за просмотр, участвуйте в Батл Пассе, и даже если вы не донатите, вы всегда сможете вот здесь вот собрать добротное количество всяких бесплатных нищечков, которые помогут вам прокачиваться, доставят дополнительное удовлетворение от игры, ну и добавят что-нибудь в вашей копилке. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!